Спорт в массы. 11 лет в этом году исполняется общероссийскому проекту «Мини-футбол в школу». Если в самом начале, в 2005-м, его участниками стали 240 школ, то в этом году в проекте задействовано свыше 10 тысяч образовательных учреждений, а общее число участников превысило 1 миллион 200 тысяч человек. Вместо компьютерных игр «Мини-футбол». И не зря. Эти ребята в данном виде спорта одни из лучших. Даже и не скажут, что занимаются они непрофессионально. Школьники из различных регионов России участвуют в проекте «Мини-футбол в школу». И уже традиционно финальные матчи всероссийского этапа проходят в Щелковском районе, в универсальном спорткомплексе Подмосковья. Нам приятно, что Щелковская земля всегда принимает. И на протяжении 11 лет 10 проектов из 11 проходили на территории города Щелково. Мы не будем менять прописку, потому что нас здесь все устраивает. Начинается турнир с внутришкольного этапа. Потом состязания на уровне города или района. Дальше региона. Лучшие школьные команды выходят в финал и пробуют свои силы во всероссийском этапе. В этом году во всероссийском этапе среди мальчиков и девочек от 10 до 14 лет сражались 48 команд. Состязания проходили в нескольких городах Московской области. И только лучшие из них встретились в УСК Подмосковья. Команды из Щелковского района, к сожалению, в финал всероссийского этапа не вышли. Щелковский район, лидирующий район в Московской области относительно развития как футбола взрослого и футбола большого, так и футбола детского, мини-футбола. Наши ребята, безусловно, себя проявили. Они в этом году, к сожалению, не дошли до финала. Но это не огорчение, я считаю. Они показали достойные результаты. Играют дети, но страсти на поле разгораются совсем не детские. Победу во всероссийском турнире среди команд девочек 2002-2003 годов рождения разыграли ученицы школ поселка Шатки Нижегородской области и города Иркутск. Шаткинские спортсменки оказались сильнее в нападении и обороне. В результате заслуженная победа со счетом 3-0. И неудивительно, девушки изначально считались фаворитами состязаний, ведь в их копилке это уже не первая награда. Мы только один раз второе место заняли, а так мы все время первые. Четыре раза. А как вы считаете, насколько ребята, мальчишки, девчонки важно участвовать в таких мероприятиях, в таких состязаниях? Ну, наверное, очень важно, потому что их могут заметить и они могут уграть на высшем уровне. Кубок за первое место. Домой увозят и мальчишки из города Новохоперск в Воронежской области. Ребята со счетом 2-1 обыграли соперников из села Томское Амурской области. Эта победа для них стала сюрпризом. Впервые за все время участия в проекте ребята вышли во всероссийский этап. Мы не ожидали, что мы победим. Но нам дало уверенность, что мы выиграли две первые игры. И мы почувствовали уверенность и пошли дальше. Мы долго тренировались, готовились к этому трениру. Очень упорно. Тренировки были очень часто, практически каждый день. Утром, вечером. Вообще просто такие эмоции сейчас. Это просто не верится, что мы выиграли. Помимо лучших команд, на состязание отметили и игроков, ярко проявивших себя во время соревнований. Следующий финальный день проекта «Минифутбол в школу» состоится 1 апреля. За победу будут сражаться 48 команд школьников от 15 до 18 лет. Дарья Снегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».